Это разговорно-нарративный, развлекательно-опознавательный подкаст «Три истории. Специальный летний формат». Сегодня мы поговорим о ленинградском зоосаде. У микрофонов Данил Антоненков, Юля Недоля и Александр Нищук. «Три истории. Подкаст». Я так и сказал в начале, ребята. Пару секунд всего прошло, вы что, забыли? Сегодня будем рассказывать одну историю. Юля будет ее рассказывать в летнем формате. Никто ничего не хочет добавлять, придется мне прямо сразу и переходить. Нет, ты паузы просто даже не делаешь между словами. Ты ворвалась. Мы просто не можем добавить. Ну, ради чего ты меня прервала? Это рэперские штучки. Не делать паузы. Ну, пусть читает. Не будем отвлекать. Ну, дай бит. Отбивочку, пожалуйста. Ура! Я буду вещать весь выпуск. Моя история очередная, которую мне подкинули слушатели. Ну, это я вообще люблю. Кидайте мне вообще какие-то интересные, я с вами расскажу. Так. Эта история небольшая была. Там буквально статейка. И я решила ее немножечко развернуть. Кстати, по-моему, Дора мне скинула эту историю. Дора, привет. Я хотела ее сделать побольше, поинтереснее. И, в конечном итоге, моя история сегодня будет о зоопарке, да, о Ленинградском. Но в определенный промежуток времени. Во время Великой Отечественной войны. Что с ним было? Короче, никаких байков сегодня, ни музыки, вообще никаких плохишей, ничего такого. Такая вот для меня... А я думал, медведей на велосипеде не будет, да? Ну, не знаю. Какие-то с ними крот зада наперед? Для меня, получается... Ну, мне показалось, что она такая вдохновляющая все же история о людях, о доброте, о животных. Ну, конечно, там будет и плохо, и хорошо, но, в общем, про это. И, вообще-то, зоопарк-то петербуржский, он давно, с 1865 года открыт. Основатели были сначала там одни супруги. На открытии были представлены львы, тигры, рысь, ягуары, леопарды. То есть, ну, достаточно, скажем так, редкие животные. Но из-за плохого отопления, там, в первую зиму много кто погиб. Ну, в общем-то... Не подумали супруги. Ну, они изучали этот момент. То есть, ну, как говорится, методом проб и ошибок они решили попробовать. Методом леопардов, да. Ну, ничего, потом там даже вообще редкие животные появились. Ну, ничего, животных много, можно еще пару раз поймать. Ну, они же размножаются еще, ну что вы начинаете? Эти уже нет. Ну, ладно, ну, потом там ленивцы, мелкие сумчатые появились. То есть, короче, какие-то редкие, прям очень много животных. Им дарили, покупали, говорят, что члены императорской семьи тоже каких-то животных. Ленивец по кличке Блиц был там? Да, Блиц, Блиц, скорость без границ. Потом управлял Эрнест Рост, такой человек уже после супругов. Он поддерживал постоянную связь с учеными Петербурга. У них, ну, консультировался, у них, у европейских специалистов, ну, чтобы поменьше умирали, по всей видимости, да. При нем ввели дневники, чтобы все прослеживать, что происходит с животными. Например, была описана история первой пары гемотов, гемотов петербургского зоопарка. У них в разные годы родились пять детенышей. Ну, правда, четыре погибли, ну, потому что они не знали, как за ними ухаживать, ну, прям вот наверняка. Но все-таки один выжил и там жил. И это все было описано в дневниках этого человека. К весне 1911 года при новом владельце в зоопарке поселились молодые слоны Бетти и Жоли, черный сорок. Мне так нравится, поселились, то есть они такие пришли, такие... Они постучали с двери. Свободная клетка. Свободная койка, клетка, да. Черный сорок и бегемот красавица. Вот так вот ее зовут. Тогда уж бегемотиха, наверное. Бегемотиха? Да что у тебя с этими... С чем? Почему? Ну, бегемот. Ну, ладно, бегемотиха. Да просто не звучит, мне не нравится. Бегемот – женская особь по имени красавица. Так лучше. Да не люблю я все вот эти вот ваши... Все в детстве так говорили. Бегемотиха? Ну, конечно. Первый раз слышу. Серьезно? Ну, бегемот и бегемот. Я почему-то вспоминаю мультик, по-моему, там что-то кот с улицы... Там что-то Воронеж, там, помните? Африка, Воронеж. Кот стал бегемотом, бегемот стал... Что-то такое, не? Не, мы такое не смотрим. Что это за дичь такая? Нет, не слышно ни разу. Просто в Калининградском зоопарке один только бегемот. По-моему, это мальчик. И мне кажется, вот у меня как-то отложилось. Ну, бегемот и бегемот. В общем, ладно, бегемотиха. Красавица. Она прибыла в Петербург, маленькая совсем, ей было около четырех лет. И за ней ухаживали Василий Буряк, Иван Антонов и затем дочь Антонова, Евдокия Дашина. Это имя будет, ну, фигурировать, поэтому, ну, буквально вкратце. Информации очень мало про нее, потому что она, ну, там, господи, из деревни, из глубинки, ну, как бы не описано никак. Но знаю, что она родилась в деревне Савино-Касимовского уезда Рязанской губернии. Проучилась три класса в сельской школе всего. И с 14 лет работала по найму у богатых крестьян. В 20 лет вышла замуж за Кузьму Дашина. Кузьма мне так нравится, ты вообще не могу. Он родился в той же деревне, его родители были крестьянскими бедняками, в общем. И они уехали, ну, я имею в виду, что она со своим мужем Кузьмой уехали в Ленинград. И он первый устроился в зоосаду уборщиком, ну, при животных убирать. И в 1930 году она тоже туда пришла, вместе с ним там работать. И когда началась война, самых ценных зверей эвакуировали в Казань. Туда поехали белые медведи, носорог, зебры, горные козлы, тигры, ну, и так далее, в общем. Тут как бы, ну, такая грустная история, но просто, мне кажется, надо об этом сказать, что те, кто не уехал, я имею в виду, что крупные хищники, ну, по каким-то причинам их не смогли вывезти. Из соображения безопасности их пришлось убить. Их кормить вообще-то. Нет, не в этом дело. Они боялись, сотрудники, что если вдруг попадет, например, там какой-то снаряд, и клетка откроется, они же убегут. Я имею в виду, что и тигры, и львы, ну, это небезопасно, они могут убить людей на улице просто. В общем-то, по таким причинам в итоге их убили. В итоге в городе остались обезьяны, грызуны, некоторые млекопитающие, и два гиганта, как раз-таки слониха Бетти, про которую я уже говорила, и гемотиха, красавица. Дело в том, что их эвакуировали вообще животных, там, в Казань, да, еще куда-то, в специальных вагонах, в которых они ездили на гастроли в других городах. Ну, нет уже в других, ну, городах, никаких, ну, зоопарков, всем же интересно посмотреть. И для, как раз-таки, для бегемота, для слона не было таких больших клеток, поэтому их по этим причинам не смогли вывезти, они остались в зоопарке. И, естественно, за ними надо было ухаживать. А во время войны я вообще, честно говоря, не представляю, как это можно было сделать. Вот, еды и так нету. Ну, да. У тебя блокада, ну, ты там, понимаешь, холод вообще, а у тебя животные. Но за ними ухаживали, и, сбегая вперед, если, ну, она выжила, наша красавица, про нее поговорим. И работа с красавицей в мирное время была непростой, ну, потому что за бегемотом-то не так просто, мне кажется, ухаживать вообще. Ну, я так понимаю, бегемоты, носороги, это очень опасные существа. Ну, да. Я вот не помню, от кого, от бегемотов или от носорогов. По-моему, как раз-таки от бегемотов умирает людей больше, чем от львов. И тигров. Серьезно? Да, да, да. Я не слышала такого. А почему? Ну, они очень агрессивные. Ну, большие, агрессивные. Хлоп разочек. Ну, а челюсть у них там мощная. Да там даже не в челюсть, она тебе может добежать, просто толкнуть, задавить. Ну, да, задавить. Ну, да, кстати. Питаются они, по-моему, там травой, если я не ошибаюсь. Ох, нелегкая-то работа с болототащим бегемота. Мы как-то уже говорили про зоопарк. Да, как-то говорили. Несогласованные истории, да? Ну, надеюсь, про это не говорили. Но я говорила про Калининградский зоопарк. И те, кто приезжает в Калининград отдыхать, я прям очень рекомендую сходить туда, потому что, ну, он великолепный, он очень чистый. Там огромнейшие клетки. Там тигры не живут, там, или львы, например, они не живут в клетках, как это в Питере сейчас, да? То есть они живут там как на открытых площадях. У них там озера свои, я не знаю, но они живут круче, чем я, короче. Ну, в общем, у них там все хорошо. И мне очень нравится, если ты попадаешь на кормежку, например. И вот как раз у бегемота огромная, знаешь, прям тарелка под нос. Ну, я не знаю, что это, ну, это тарелка для бегемота. И она, там арбузы, там, понимаешь, дыни, там куча всего. У них такой рацион там, ну, в зоопарке. Я думаю, блин, я так не кушаю, как они. То есть, ну, у них там прям вообще все четко. И бегемотиха, красавица, она весила больше двух тонн. И она, к слову, была самой крупной самкой бегемота в Европе. Вот эта вот наша красавица. И ей нужно было ежедневно есть 40 килограммов пищи. Ну, это очень много. Ну, и, в общем-то, еды-то не было. И, значит, в ее рацион во время войны, ну, вошла так называемая каша. Это просто распаренные опилки. Ну, чтобы они хоть как-то... Что-то ели, да. Ну, ей желудок там забивали, чтобы она... Ну, это же, что такое опилки? Это дерево. Дерево это, типа, ну, что-то там растительное. Ну, да. Может, что-то какие-то полезные вещества. Ну, и, понятно, они мягкие там становятся. Ну, в общем-то, ну, питалась она такой кашей. В общем-то, ее делала как раз-таки эта Дашина. Она за ней ухаживала. Ну, это Евдокия. И помимо того, что его надо, ну, кормить бегемота, за ним надо ухаживать, потому что ему необходима вода на бегемота. У него трескается, получается, кожа, но без воды. И ему, ну, больно. Это открытые раны и все остальное. И поэтому она ее мыла все время. То есть, когда это было холодно, она набирала лед, воду. Она это как-то растапливала и хоть как-то обтирала постоянно на бегемота. И мазала еще камфорным маслом и тюленем жиром. Обтирала, чтобы не было вот этих вот ран. И цитата. Она обтирала красавицу мокрой тряпкой. Поливать не всегда могла. Летом получалось, а зимой тяжело было возить и прогревать постоянно воду. Рассказывает Константин Раевский. Он жил при зоопарке, было общежитие. И он был ребенком. И постоянно туда ходил. Потому что его там родители работали. И он ее помнит просто. И вот, ну, про нее говорит. И говорит, помню тетю Дуня. Почему-то он ее называл. Говорила красавица что-то. Пыталась с ней разговаривать как с живым человеком. Есть знаменитая фотография. Я, ну, ее пришлю в Телеграм-канал. А если не пришлю, у меня уже слушатели, которые в 5 утра нас слушают. Напишут в чат. Где фотография? Юля. Отписка. Где обещанный топ-материал? Да, все время. А кто-то, самые вообще крутые слушатели, они сами находят и скидывают в наш чат или подпост. Ты это и ждешь, наверное, да? Да, то есть, слушай, это у меня уже помощники свои появились. О-о-о. Представляешь? Не у тебя, а у помощницы. Давай-ка. Помощницы, помощники. Именно. Круговорот помощников. Рождем. Рождем, да. Я домработница домработницы Филиппа Киркорова. Вы не видели мою домработницу? Ладно, это была шутка про богатство. Я ненавижу анекдоты. Реально. Я их не понимаю, я их ненавижу. Это разные вещи, Юль. Я заметила, что почему-то вы в последнее время меня как-то вот хотите выставить какой-то глупышкой какой-то. Ты всю дорогу сама себя выставляла глупышкой. Я так вообще прям, ну, на квизе откровенно прям несколько раз меня осадил и сказал, что я там какая-то глупая, короче. Я обижена вообще. Это мы, Юля, тебе же, твоей же монеты отплачиваем. Да? Так, мысль про зоопарк уже у людей, наверное, ушла. Про потирание я сказала. И, ну, воды не было в бассейне. Бассейн был сухой. Я хотел продолжить просто. Никто в... Ты в себя не поверишь. Никто в тебя не поверит. Вот это вот покойство. Да нет. У нас что за история? Интивирующая, что ли, какая-то? Открой окно, подыши, Саш, ты чего? Коучинг. Коучинг? Да. Сейчас будем воздух в шарике с желаниями надувать и отправлять в небо. Коучинг, что ли? К тетю Дуне переходим. Да. Тетя Дуня, как я уже сказала, она с ней реально разговаривала с бегемотикой с нашей. Пыталась ее как-то поддержать, потому что, когда были обстрелы, у бегемотов как инстинкт. Если они чувствуют какую-то опасность, они бегут в воду. Так как бассейн был сухой, бежать некуда было. И вот, когда начинались обстрелы, было очень шумно, бегемотик обижала в сухой бассейн и в углу пряталась. Там она боялась. И Евдокия к ней спускалась и с ней сидела там. К напуганному двухтонному животному. Понятное дело, что зоопарк не относился к прям стратегически важным объектам. Скажем так, он не очень был интересен. Но так как он находился рядом с него и крепостью, да, то есть, ну, как бы, естественно, в него прилетало. Животные боялись, ну, понятное дело, там и кричали, прятались, но поговаривают сложнее всего пришлось обезьянам. Они очень боялись при обстрелах, метались по клетке. И самая сложная ночь для них, это с 9 на 10 сентября, упала бомба прям рядом с обезьянником. Ну, там какие-то обезьяны погибли. И они после этого несколько дней молчали просто в клетке. Сидели вот просто вот молчали так сильно. Да, они были в шоке и подавлены, скажем так, и очень много времени ушло на то, чтобы их как-то, ну, скажем там, вернуть в чувства, да, чтобы они хоть как-то нормально стали. Еще из-за обстрела погибла та самая слониха Бетти, которую я сказала, вот, получается, прям в самом начале войны. Но, конечно, основная гибель животных, основная причина их гибели, это не обстрелы были или еще что-то. То есть их было мало, зоопарк не сильно пострадал. Это был голод, естественно, потому что ты там тигру кинешь, что, опилки? Ну, он их не будет есть, естественно. И они как-то там придумывали разные способы, чтобы хоть как-то кормить животных. И вот есть там история, что тушки животных уже, которые умерли, они их, ну, потрошили там от кости от всего, набивали эти тушки вот как раз такими-то вот этими кашами, опилками, всем остальным. Чтобы побольше было, да. Да, дразнили тигра, он видел там какой-то запах-то, все равно было тушки. И он съедал все вместе вот с этими опилками, чтобы, ну, опять же таки, как-то набивать свой желудок. Говорят, была такая Коновалова, она ухаживала за раненым оленем и козой. И она первое время, когда они прям очень, ну, долго восстанавливались, она свою еду отдавала. Она сама голодала, а животных, ну, кормила, чтобы хоть как-то и они выжили. Ну, просто к слову, что там потом уже, например, в 43-м сотрудники зоопарка оккупировали удельный парк. И там сажали картофель, свеклу, морковку и капусту, все для того, чтобы, ну, животных кормить. И несмотря на то, что, ну, естественно, умирали животные, их численность очень уменьшилась. Как раз таки вот после 43-го, когда они стали уже там все сажать, отдавать какую-то свою еду, увеличилось, ну, конечно, животных. И говорят, что вот их вначале было 98, а потом уже стало 151. Ну, понятно, там и кролики плодились, там, ну, все же это было, и это, ну, как бы, что? Ну, позитивно, скажем так. Красавица, вернемся, наша бегемость. Да что вообще в итоге с ней стало? Она выжила, бедолага, да, конечно, у нее был стресс, она недоедала, ела эти опилки несчастные. Но она выжила вместе с Евдокией Дашиной, которая за ней ухаживала. И она пережила все, и умерла только в 51-м году в возрасте 44-х лет. И это старость. То есть она была старая, она умерла от старости. И как бы спасибо, получается, этой Дашиной Евдокии, которая за ней ухаживала, потому что, как ты сказал, ну, ты представляешь, обниматься с бегемотом, который весит там, ну, две тонны, который страшный вообще. И непонятно, как он себя ведет, да, собственно, когда ему страшно, да. А Саша говорит, что это одни из самых опасных существ. Как у нее смелости на это хватило. И как будто бы бегемот чувствовал, что заботится. И, условно, там, эту женщину не надо давить, есть, кусать. Ну, я вообще не знаю, как это все происходит. Но как-то вот так карты сложились. И, получается, ну, все выжили, в общем-то, вот и все. Так что понятно, что умерло много животных. Ну, кого-то спасли из Казани потом уже, ну, после войны. Всех вернули в Питер животных. Ну, и как-то, как-то, ну, потихонечку все восстанавливались и, ну, продолжали дальше. Вот, да, история про зоопарк. Есть ведь факт, что, не знаю, прямо как называется там заведение, где хранятся... Саша, ты, может быть, подскажешь. Где хранятся все семена, все образцы разных растений, да? И у нас в Питере он тоже был, и мы их не съели, в общем. И люди не просто не съели в блокадном Ленинграде, а даже умер от голода человек, который это хранял. Хотя мог бы просто съесть. Кашу сделать себе. Кашу себе сделать. И две тонны мяса, да, которые там голодают. Да, ходят, да, и их не едят. Вот в этой истории, вот я бы это отметил, это какое-то невероятное чувство человечности, осознанности, да? Когда у тебя голод, и ты помираешь от голода, как-то не до этого, вот я тоже не могу представить. Ну ладно, еще животные как-то, ты породнился с животными, это все равно, что, например, они съест свою кошку, ну, например. Ну да. А тут семена, вот если про семена, господи, семена. Не, ну смотри, ну ешь и ешь. Ты не съешь свою кошку, а чужую кошку. Ну да, да. Ну то есть условно, ведь люди знали, что есть зоосад, да, зоопарк. Да, да, да. Могли бы, ну, наведаться, растерзать. Вот это удивляет, я не знаю, как это оценивать. Это удивительно. Не укладывается в голове. Там ладно, понятно, там тигров, да, их там условно не едят. Опять же, не едят в обычной жизни. Да, конечно. А в жизни, когда едят клей, реально. Да, конечно, от обоих. Когда едят все, что только хоть чем-то похоже на еду. Конечно. Реунии варят там. Конечно, съедят и тигры. Вот удивительно. Просто вот еще раз одна история про блокадный Леград, где наши люди показали какие-то просто сверхчеловеческие качества. Качества, которые реально не укладываются в голове. Я не знаю, как такое в реальности возможно. Ну вот так. Насколько там это, опять же, не хочется пытаться там быть каким-то скептиком и говорить про какой-то мифотворчество. Нет, давай вот. Но есть вот факт. Человек умер, да, который был охранником коллекции семян. Есть факт, никаких мифов нет. Умер от голода. Имел доступ. Все. Так же и с животными. Вот есть женщины, которые там и вокруг люди ходили и видели. Только безмерное уважение и какие-то слова высшей степени. Рубрика «Комментарии». Нами любимые, вами написанные Данилом прочтенные. Юлий захохоченные. Да, да. Смешно. Прекрасно, что я скажу. Итак, сегодня тоже три комментария. Кстати, я должен вам сказать, что мы подобрались к комментариям, которые датируются апрелем. Это значит, что они у нас скоро закончатся, что ли? Мы подбираемся к... Не знаю, есть шанс, что мы к сентябрю как-то так... Выровняемся. Да. Не знаю, если так люди будут писать активно, не факт. Но мы же за, чтобы они писали. Хочешь, чтобы я по четыре писал комментарии или пять? Типа. Ну, давай пока три оставим. Хорошо. От «Любы-999». Интересный ник, что бы это значило. «Люба-999». Ну, ладно. Я знаю только «666». Хорошо. А «777»? Так. «Три топора» она знает, конечно, да. «Полет нормальный, пять звезд». Всем привет. Вчера летала на самолете. Ничего себе. Чувствовала себя не очень хорошо. Немного волновалась. Но в наушниках был ваш подкаст, который помог мне успокоиться и хорошо долететь. Спасибо вам, ребята, за ваш труд. О, ничего себе. Мы еще и от аэрофобии лечим, да? Мы были рады составить вам компанию в этом перелете. Да. Воспользуйтесь нашими услугами и в следующий раз. Да-да-да. Выход там спереди, сбоку, сзади. Вы в следующий раз зовите прям реально в самолет. Я буду вас опоказывать. Я не против. Шептать на ушко. Так, второй комментарий от Алины Цыгановой. Я одна заметила какой-то пассивно-агрессивный настрой в начале. Это, ну, вопрошение. Какого-то конкретного выпуска, возможно. Но на удивление мне это даже зашло. Под пасмурную погоду очень атмосферно. Даже негативные комментарии показались в тему «Пять звезд». Ну, ребята, если говорить серьезно, мы иногда бываем злы. В том числе и на вас. Да. Ну, что? Но чаще, конечно, на Данила, если вы будете откровенны. Слушай, ну, я немножко в шоке, потому что комментарий от пользователя из Белоруссии, который подписан, Саша Анищук. Так-так. Это точно не я. Ну, да, вот так. Вот «Пять звезд», «Эпл подкаст». «Вы помогаете мне заснуть?» Я засыпаю после Юли. Она прекрасно рассказывает истории. Моя любимая история про Ясуке. Это чернокожий самурай. Рассказывал ее я. Видимо, мой голос успокаивает, и он женский. Да. Александр, а ничего. Теперь твой выход. Что ты скажешь на это? На самом деле, не самое распространенное сочетание имени и фамилии, но встречается. Да нет, может быть, просто кто-то твой. Может, так подписался? Ты думаешь, ну да. В смысле, а что ты думаешь, больше не существует на планете Земля ни одного Александра Анищука? Я думаю, что мы бы об этом знали бы. Анищук – это достаточно распространенная украинская фамилия, особенно на Западе Украины. Ну, и в Белоруссии тоже встречается. Короче. А уж имя Александр, Саша, мы помогаем тебе заснуть. Тебе понравилась история о Суле Ясуке? Нет, вот на Юлииных историях я не засыпаю. Бывает, на твоих иногда начинаю зевать. Вот Юля даже иногда меня за это пинает, что я на твоих историях зеваю. У нее длинные ноги тогда. Очень. Если она на тебя дотягивается, на вас тут как-то далеко. Да я его взглядом, потому что как пнуть могу. Я понял. Ох уж эти взгляды. Все на сегодня. Дри комментарии. Ребята, спасибо, что пишете. Опять же, вот, ребята. Ну, да, я к вам так вот по-дружески. По-свойски. Да, да. По-приятельски. Так вот, спасибо, что пишете. Нам очень приятно и очень важно, что вы оставляете свои комментарии. Очень важно, что вы ставите свои оценки. Нам. Это помогает развитию подкаста. Это помогает нашей мотивации продолжать записывать дальше. Дальше и дальше. Спасибо. Вот. Рассказали в очередной раз в подкасте «Три истории. Одну лишь историю». Вот, да. Потому что летний формат. А летом этим у нас что происходит? Ну, что там солнце, радость. Что? А в конце нашего выпуска, Юля, что у нас происходит летом? В конце выпуска летом что? Что у нас концерт выпуска? Ну, я уже постоял с рукой протянутой. Теперь давай ты и постой немного. Я думаю, у тебя должно лучше получиться. А, попроси денежку, что ли, за нашу работу. Займись. Ой, ну я вообще только за. Своим делом. Не, ну все четко. Ребята правильно говорят. Ребята просят на технику, на новую, на развитие. А я прошу на нас подписаться, чтобы мы там себя как-то развивали. Я буду книжки умные покупать. Обещаешь? Обещаю. Вот это вообще аттракцион какой-то. А мы обещаем выделять на книжки на умные? Обязательно. Обязательно. В общем, ребят, подписывайтесь на наши бусте. Донатьте нам разовым платежом. И да, кто-то начнет в комментариях. А что вы опять? Ну да, мы опять. Мы четыре года опять. Каждый четверг выходим к вам. С удовольствием выходим. Но это отнимает времени, сил и материальных средств в том числе. Все просто, ребят. Если вы думаете, что это быстро и просто. Ну нет, это не быстро и не просто. Иногда стимула не хватает, чтобы потратить еще денег на оборудование. Помимо времени не хватает иногда средств, чтобы провести какие-то мероприятия, которые мы хотим провести. То есть не хочется вкладывать еще помимо времени и сил и всего остального еще своих денег. А их вкладывать приходится. А их нет. Когда нас спрашивали, сколько стоило нам запустить подкаст. Ну вот запустить подкаст нам четыре года назад стоило порядка 80 тысяч рублей. Купить оборудование. Вот оно уже начинает постепенно требовать обновления. Ну он у Саши там не стоит. И не стоит что-то у него. Поп-фильтр, а вы о чем подумали? Ну поп-фильтр не стоит. Да врачей, короче, собираем. Я понял. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Ребята, мы в очередной раз когда-нибудь в ближайшее время вас поименно назовем и всем еще раз скажем спасибо. Но мы видим ваши донаты, мы видим ваши подписки. Спасибо вам большое. Спасибо тем, кто делает это уже на постоянной основе несколько лет, если такие люди. Спасибо вам. Спасибо всем, кто подписывает. Спасибо всем, кто комментирует. Спасибо вам большое. Все на этом. Пока-пока. До свидания. Давайте быть добрее друг к другу. Продолжение следует... Спасибо.